всем привет друзья любители птичек тоша все уже услышал сразу посмотрите мой голос тоша птика ох тоша дерзкий тоже синий тоже быстро тоша молния вопрос мне задавали тоже любимчик или нет конечно любимчик но я не могу ограничить из нашу зеленую тоже бестию вон она сидит с характером дома я вообще открою попозже не будем там щурится через клетку вот вообще хочу на один вопрос ответить видео ответ сделать такой попугаев купили люди до двоих это мои земляки привет им они с казахстана тут в германии тоже если меня слышат очень рад не знаю опять что я сейчас так на говорю да из своего опыта опять же я не 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 пытаюсь там кому-то навязать что-то чисто а я кстати верю практике так что слушайте внимательно и у вас будет части вот купили в общем люди два попугайчика но и теперь что делать они не знают квартиру не знают где что летать как вот начать им это все естественно когда вот берутся молодежь там молодняк понятное дело ты его на ручки берешь у нас тоже так было моего брали на руки и все такое и он у нас так скажем с нами вместе учился этому всему а вот если естественно уже попугай такой возрасте скажем уже от трех месяцев это уже возраст взят он таким что конечно нужно будет немножко усилия приложить а делаем мы так в общем не надо стесняться не надо думать что он убьется естественно попуга иногда врезается у нас были проблемы вот зеркалом напротив да но отражает например окно и все такое в общем за навешать и первое время когда будете вы своего попугайчика приучать к этим всем делам просто за навешать и такие зеркала свои которые тем более отражают окна то есть он видит свет и просто летит были у нас такие моменты но опять же теперь но не закрывать же попугая навечно в клетке как узника так что пытайтесь выпускать обеспечьте более или менее безопасность естественно окна закрыты все закрыты и потихонечку если у вас есть один из них который самый шустрый вот им пользуйтесь да выберите из двух двоих самого такого шустрого и за счет него 2 будет на глядя на него повторять примерно я так делал еще есть один момент бывает так что двоих тяжело приручать почему потому что один к примеру вы берете его на руку вроде как он начал уже с вами общаться все там пусть боится пусть трясется но у вас там на пальчике он бегает туда-сюда тут второй попугай приходит у него мысль повторить этот маневр он вылетает с клетки пугает первого оба залетают и потом сидят целый день в клетке напуганы скажу вам так такой такую схему я нигде не видел но с стороны не хочу обманывать может быть где-то может быть где-то я прочитал сейчас если не ошибаюсь по моему да наверное на подсознательном уровне где-то мне эта информация была не буду называть ни источников ничего но есть такой метод да просто закрываем одну птичку вот если у вас действительно тот момент когда они еще совершенно дикие извиняюсь я может аратурю там как в общем проехали в общем если они совершенно дикие у вас используйте этот метод не надо стесняться вот одного попугачка давайте сейчас я прям открою а то мы болтаем 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 то что иди сюда ты мой золотой вот например вот опять же сейчас . и то что это конечно проблем нету но если у вас попугайчик такой он уже пошел на меня не буду я переворачивать я вам пока киру покажу у меня тут на плечах уже сидит вот если у вас попугайчик один есть шустрый вот берете его если так получится не так значит ждете первого кто вылетит первый с клетки вылетел с ним вместе начинаете работать до 1 1 вылетел с ним общаетесь то у вас девочка мальчик не важно пусть сидит пусть просто сидит в клетке и не мешает вам этому процессу вот поставил я им эту птичку маленькую такую декоративную и у них вот так что не волнуйтесь попугай боится любого изменения в клетке на территории где-то поблизости так они улетели придется я же не буду вам про клетку рассказывать сейчас я еще одно место покажу тошина любимая он вот он сидит тошечка ты мой золотой айда сюда слетишь вот он любит тут эти играться с этими блестяшками всеми в общем вот такие вот дела друзья и используйте хитрости всякие не сильно не волнуйтесь не переживайте что там что-то у вас произойдет а вот кстати всех с пасхой тут у нас и русская немецкая все на носу так что всех хочу поздравить от души пожелать мира добра вот наша кирочка вот например с ней как быть у меня тоже такие моменты были да даже честно скажу то что насколько он у меня попугай не такой не пугливы но естественно если вот он сидит со мной где-то уже там играется все я шарик там брал раньше всегда с помощью шарика приручал его любимой игрушки она тут же резко нападает то есть быстро с клетки вылетает и почти ему на голову естественно тут уж напугается поэтому я порой доставал своего тошку любыми способами с клетки сам или вот так с помощью корма бывали моменты и приручал так что не стесняйтесь любая методика хороша вот хотел так вот сказать не надо бояться ничего никто не разобьется не убьется если такое произошло что ваш попугай там куда-то ударился даже что-то обычно не надо его хватать да пусть он прям вот на том месте где к примеру вот он попал в окно и на подоконник приземлился пусть там секунду две-три посидит вот она его слышит и поет вместе с тоже тут на люстре это здесь в общем вот так вот я что хотел рассказать то я и сказал будьте добры слушайте это чисто с практики и тут подытоживать ничего не будем потому что я думаю все понятно тут дело просто в этом силе духа своего не стесняйтесь открывайте клетку они все равно должны изучать вашу территорию если для них ничего опасного нету нигде там никаких предметов то и бояться нечего с окнами уже сказал закрыть все и вот так в общем всего хорошего вам любите друг друга счастья здоровья времени нету поэтому пока